Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Виктор Иванович Тарусин, президент торгово-промышленной палаты Одинцовского городского округа. Здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Виктор Иванович, пандемия завершается, снимаются ограничительные меры, которые долгое время были наложены на бизнес. Сегодня все выходят, пытаются вернуться к привычному ритму и привычному режиму работы. Вот все-таки хотелось бы сегодня поговорить о том, как мы пережили пандемию, с чем мы вышли из нее и кто остался на плаву? Пандемия не завершается, ограничительные меры завершаются, а пандемия пока продолжается и, к сожалению, все должны быть достаточно подготовлены к тому, что в результате всех предпринятых мер будет исключена возможность второй волны, но, тем не менее, такая возможность остается. Поэтому дисциплина, дисциплина, еще раз дисциплина. И те меры, которые остаются, а именно социальное дистанцирование, режим применения средств индивидуальной защиты, призываю все-таки соблюдать и по возможности сохранять этот режим на протяжении ближайших двух-трех месяцев как минимум. Конечно же, эти ограничения сказались на работе большинства предприятий. Я бы даже сказал, что в целом экономика страны без исключения, без каких-либо изъятий пострадала и требует большой и серьезной поддержки. Вы все следите наверняка по основным средствам массовой информации за теми мерами, которые предпринимает правительство Российской Федерации и регионов, и нашего муниципалитета с тем, чтобы поддержать предпринимательское сообщество и сохранить рабочие места, сохранить налогоплательщиков для того, чтобы экономика страны вышла из рецессии и в конце концов вернулась к положительной динамике. На сегодняшний момент многие меры начали реально работать. В первую очередь, это те адресные выплаты, которые делаются из бюджета и физическим лицам, и так называемым самозанятым. Это факт. Даже среди моего ближнего круга я знаю, что люди начали получать и прошлогодние налоги назад, и так называемый налоговый капитал для того, чтобы быть в состоянии на плаву и продолжать работу в качестве индивидуальных предпринимателей. Работают и так называемые зарплатные схемы по выдаче под 0% Сбербанком в первую очередь кредитов малому-среднему предпринимательству для сохранения рабочих мест. Наиболее востребованной оказалась мера по так называемым 2% кредитам для сохранения занятости на уровне 90% от численного состава по состоянию на 1 апреля 2020 года. Это кредиты, которые в случае выполнения кредитором всех обязательств по данному заимствованию будут списываться по итогам года. Рассчитываем на то, что в ближайшее время правительство пойдет на то, чтобы и дополнительные средства выделить для тех предприятий, которые нуждаются в подобной поддержке. Но сейчас получается третий этап поддержки, о котором уже сказал президент и, безусловно, все его очень-очень ждут. Да, сейчас речь идет о формировании третьего этапа поддержки. И наша торгово-промышленная палата подготовила ряд предложений для российской торгово-промышленной палаты на базе тех заявлений, тех просьб и жалоб со стороны малого и среднего предпринимательства Одинцовского городского округа. В частности, например, мы считаем, что промышленные предприятия, которые ведут работу на арендованных промышленных площадях, также нуждаются в предоставлении 50% скидки по арендной плате. Точно так же, как было сделано для арендаторов в бизнес-центрах и в торговых центрах. Мы полагаем, что именно промышленность должна стать тем отправным пунктом, который позволит экономике в целом выйти из рецессии. Если у нас, извините, лягут промышленные предприятия малого и среднего кластера, то некому будет ездить в турпоездки, некому будет заказывать ивенты у наших уважаемых шоуменов. И поддержка той отрасли не приведет к спасению экономики. Надо спасать, в первую очередь, промышленность, сельское хозяйство. То есть, то, что реально генерит продукты, то, что создает добавленную стоимость. Ну, и то, что действительно в объеме дает рабочие места. И естественно. Это ведь целый замкнутый цикл, и здесь выпадение какого-то одного звена, это уже ведет к перекосу всей системы. Именно так. Без сохранения рабочих мест, без обеспечения элементарных нужд и потребностей нашего населения, мы мало того, что не сохраним экономику, мы, собственно говоря, и социальную среду не сможем поддержать в сбалансированном состоянии. Поэтому, вот, это одно из наших предложений, распространение 50% скидки по аренде на промышленные предприятия малого и среднего сектора. Второе предложение, которое мы также передали в нашу российскую торгово-промышленную палату, это сохранение режима ЕНВД после 2021 года. Единый налог на вид деятельности, он должен быть сохранен именно на период выхода экономики из кризиса. После этого можно вернуться к вопросу рассмотрения изменения этой меры или же введения каких-то других стимулирующих мер по налогам. То, что было в последнем послании президента озвучено, естественно, давно назрело, так или иначе, введение и неплоской шкалы налогообложения по НДФЛ. Это все правильно, но на этапе выхода экономики из кризиса критично, чтобы предприниматели имели возможность использовать средства из выручки, в том числе и на развитие собственного бизнеса, на инвестирование в себя. Если мы уберем ЕНВД, у нас предприниматели лишатся существенной части тех средств, которые сейчас используются для развития бизнеса. Каковы прогнозы? Какие прогнозы делают специалисты и как долго бизнес будет находиться в рецессии, вообще экономика страны в целом? Торгово-промышленная палата Российской Федерации ведет свою мониторинговую программу, она называется «Бизнес-барометр страны». И на сегодняшний момент запущена третья часть, третья фаза этого бизнес-барометра. По результатам двух раундов, что называется, мониторинга, мы, к сожалению, констатируем, что существенная часть малых и средних предпринимателей находится либо уже в состоянии ликвидации, либо на грани. Поэтому, конечно же, многое будет зависеть от того, что мы услышим в третьей программе поддержки. Очень рассчитываем также на то, что на региональном уровне эти меры поддержки будут подхвачены и адекватно транслированы сюда, к нам, на землю, что называется. Как вы в условиях реалий поддерживаете непосредственно наших предпринимателей, наших бизнесменов, наш малый и средний бизнес? И есть ли такие, которые обращаются к вам за помощью или как-то делятся, говорят, что вот все, скорее всего придется закрыть, но, тем не менее, в процессе, может быть, и переговоров, и какого-то делового общения удается найти выход из очень сложных, непростых ситуаций. Есть такие примеры, Виктор Иванович? Да, мы в предыдущем нашем интервью говорили о том, какую роль торгово-промышленная палата играет в вопросе подтверждения состояния форс-мажора. Это, наверное, одна из наиболее востребованных сейчас услуг. По Московской области мы имеем большой опыт работы, в частности, Одинцовская торгово-промышленная палата рассматривает форс-мажорные обстоятельства различных предпринимателей и компаний, не только Одинцовского городского округа, но за счет нашего, скажем так, человеческого потенциала мы даже помогаем областной палате с решением этих вопросов. К сожалению, скажем так, на каждые 10 обращений, наверное, один максимум подтвержденный сертификат. Существует неправильное впечатление, созданное средствами массовой информации федерального уровня о том, что сейчас у нас все в состоянии форс-мажора находятся. Я хочу даже, пользуясь случаем, обратиться к руководству русского регионального оператора по бытовым отходам, не отправлять к нам в торгово-промышленную палату своих клиентов с обязательным требованием, чтобы торгово-промышленная палата обязана была выдать им сертификат форс-мажора. Я думаю, что зачастую этот вопрос вне рамок нашей компетенции, потому что в России не объявлен ЧАЭС, у нас нет дефолта, у нас нет форс-мажора по стране как такового. Поэтому все вопросы решаются в индивидуальном порядке, и тут скорее вопрос к русскому оператору в плане гибкости работы с клиентами. И этот вопрос мы также транслировали в Российскую торгово-промышленную палату, что учет бытовых отходов должен, особенно в период пандемии, вестись не по установленным нормативам и тарифам, а он должен оцениваться по фактически произведенному бытовому мусору. Получается, по сути, если предприятие стояло, нужно было ничего сделать, измерить. Конечно. Эти бытовые отходы. И здесь нужно очень осторожно относиться к каждому клиенту, подходить индивидуально, идти навстречу, потому что если мы его сейчас нормативными тарифами просто задавим, он закроется, и вы, как сервисная организация, потеряете клиента. Этот клиент просто больше не будет генерить мусора, потому что он погибнет. И погибнет в том числе и по вашей вине. Поэтому я призываю наших уважаемых коллег из русского регионального оператора чуть-чуть добавить человечности в общении с нашими предпринимателями и идти навстречу. И схема take or pay, независимо от того, есть мусор, нет плати, в условиях пандемии это не вариант. Это тупиковый путь, и от него нужно отказываться, нужно идти навстречу. Виктор Иванович, но вот таких примеров много? Много. С такими задачками часто обращаются? Да, очень часто. И каждый день мы общаемся с нашими предпринимателями, приходят с реальными случаями, когда действительно не находят возможности договориться либо с представителями таких вот сервисных компаний, либо между собой не могут договориться. Стараемся, чем можем, помогаем. Вступаем в переговоры в качестве третьей стороны. Как сегодня работает Одинцовская торгово-промышленная палата? В каком режиме? Открылся ли второй офис? И начали ли вы уже, в общем-то, как бы работать на полную? Ну, мы и не прекращали, мы работали на полную. Ну, часть сотрудников в любом случае будет на удаленке, да? Да, у нас вот наш главный архивариус до сих пор на удаленке, но 65+, это никто не отменял. Но включился, наконец-то, наш второй офис в бизнес-центре Вест-Ист. Мы вернулись к своей внешнеэкономической деятельности. Я хочу озвучить еще один проект, который мы сейчас, как торгово-промышленная палата Одинцовского района городского округа, вместе с медийной компанией «Бизнес-диалог» готовим специальный выпуск по развитию наших взаимоотношений с Юго-Восточной Азией. То, чему посвящен наш второй офис в Вест-Исте. И такой журнал будет готов к середине августа. Сейчас мы приглашаем всех желающих принять участие в наполнении этого журнала контентом. Чем интересен журнал? Он будет двуязычным, он будет ориентирован на торговые представительства, дипломатические представительства, министерства, ведомства 10 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, являющихся членами АСИАН, и на евразийское экономическое сообщество. То есть, тема ЕАЭС-ОСИАН, сотрудничество. Соответственно, приглашаются все компании, которые ищут новых партнеров на внешних рынках. Мы уже пригласили и наших соседей, Калужскую область, Воронежскую область, Рязанскую область, Беларусь. Так что, думаем, что получится очень интересный выпуск. Виктор Иванович, спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо вам, что пригласили. Чтобы пожелали всему бизнес-обществу нашего округа. Ну, держаться. Все-таки самое главное, все-таки, да, и губернатор это сказал в одном из последних своих постов в Инстаграм, что с 1 июля практически все ограничительные меры будут сняты, и, безусловно, сфера услуг, да, которая одной из последних открывается и начинает принимать людей, тоже попытается вздохнуть. Безусловно, те шаги, которые наше подмосковное правительство предпринимает в последние недели, и как заключительный этап снятия ограничений 1 июля, открытие всех предприятий, сервисов, и включая фитнесы, и торговые центры, которые сегодня уже открылись, это говорит о том, что бизнес получит возможность, условно говоря, догнать то, что он потерял за последние 3 месяца. Сколько уйдет на это времени, трудно сказать, но я рассчитываю на то, что все-таки наши предприниматели найдут в себе силы справиться с последствиями этих ограничений, но при всем при этом, опять подчеркиваю, необходимо сохранять ту дисциплинированность, которую многие сумели выработать за эти 3 месяца, и постараться 3 раза постучать по дереву, чтобы не было у нас второй волны. Это главное. Но это мы можем сделать только вместе и общими усилиями. Да, это точно. Спасибо, что сегодня были с нами. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. До свидания.